Меня зовут Рик Реннер. Я стою на мосту через Москва-реку. В некотором отдалении виден Кремль. Это прекрасное место. Я очень люблю этот мост, потому что на протяжении многих лет мы с Денис и сыновьями ходили по нему каждый день на работу и на учебу. На том берегу стоит государственная электрическая станция номер один, ГЭС номер один. Первая в России тепловая электростанция, открытая в 1897 году. Сначала она поставляла электроэнергию в Кремль, и теперь более века спустя она все еще работает и непрерывно обеспечивает электричеством дома, квартиры, больницы и школы. Когда я был маленьким, отец учил меня о важности электричества, и он всегда говорил, «Будь осторожен с электричеством. Оно имеет силу, которая может тебе помочь. Но если ты будешь обращаться с ним неправильно, оно может тебя убить». Поэтому я всегда понимал, что в обращении с электроэнергией нужен здравый подход. Тот же принцип действует в отношении Божьей силы. Нам нужно благоговение, и мы должны иметь страх Господень. В пятой главе книги «Деяния апостолов» мы читаем о том, что сила Божья дарует жизнь. Но если относиться к ней неправильно, то эта сила может оказать отрицательное воздействие. Примером этому служит случай Анании и Сапфиры. Они неправильно отнеслись к Божьей силе, проявили неуважение к Богу и в результате погибли. Однако буквально через несколько стихов та же самая сила стала совершать чудеса через Петра, и многие люди получили исцеление. Мы должны с трепетом относиться к силе Божией и иметь страх Божий. Именно об этом я хочу поговорить с вами сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реммером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я ждал этой встречи. Сегодня мы вновь вернемся к теме нашей программы. Десять качеств, которые помогут вам быть и оставаться сильным, утвержденным и зрелым верующим. Все мы хотим этого. Нам нужны эти десять составляющих. Как я сказал во вступительной части, мы будем говорить о страхе Господнем. Об этом не так часто говорят. И если различное понимание того, чем является страх Господень, это отнюдь не значит, что мы должны бояться Бога. Тогда что же это такое? Страх Господень. Верующие Первой Церкви, безусловно, имели страх Господень. Они переживали действия силы Бога и Его присутствия. Они не боялись Господа, но в них был страх Господень. И сегодня мы поговорим о том, что такое страх Господень. Это одно из качеств, которыми вы должны обладать. Оно поможет вам сформировать правильный образ мышления и жизни, быть сильным, утвержденным и зрелым верующим. Данная передача является частью аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего». Вам важно следовать этим принципам. Анотация гласит, благодаря каким десяти качествам вы можете стать сильным верующим. Узнаете о десяти составляющих, которые помогут вам быть сильным, утвержденным и зрелым христианином. Что это за принципы? В данной серии аудиопрограмм я рассказываю о них. В программе прилагается замечательное пособие. Я читал его сегодня и думал, если бы у меня было такое пособие, это стало бы благословением для меня. Им можно пользоваться самостоятельно. Или с кем-то, кого вы наставляете в слове. А вы наставляете кого-нибудь? Вы вкладываете в кого-нибудь духовные знания. У вас должен быть тот, кому вы помогаете. И это пособие прекрасно подходит для занятий в домашней группе. Скачайте бесплатно на нашем сайте. Также я предлагаю вам подписаться на мои ежедневные видео ободрения. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка. Зачитываю своих книг, в которых содержится исследование более тысячи слов, которые помогут вам глубже понимать Божье Слово. Эти видео можно смотреть каждый день. Они короткие, и в них простым и понятным языком объясняется значение греческих слов из Нового Завета. Писание буквально оживает в вашем сердце и в вашей жизни, укрепляя вашу веру. Они настоящие сокровища. И они помогут. Именно поэтому эти видео ободрения называются «драгоценные истины». При регулярном просмотре я гарантирую, ваши отношения с Господом выйдут на совершенно новый уровень. Мне нравится отзыв, оставленный Мэрлин Хики. Я зачитаю. Рик излагает свои мысли именно так, как я люблю. Практические советы и откровения, которые изменяют жизнь. Это скрупулезное изучение греческого текста Нового Завета. Очень важное видео. Подпишитесь на бесплатную рассылку уже сегодня. Вернемся к теме нашего разговора. Сегодня мы завершаем серию передач, посвященных 10 качествам сильного верующего. Каждый день я обсравниваю жизнь с процессом приготовления пирога. Нужно смешать основные продукты — муку, яйца, сахар, соду, разрыхлитель и так далее по списку. Чтобы пирог получился, нужны все компоненты по рецепту. Если не добавить яйца, тесто будет разваливаться. Не добавить сахар — не будет вкуса. Если не добавить соду или разрыхлитель, тесто не поднимется, и пирог будет бесформенным. Чтобы пирог удался, нужны все ингредиенты. Тот же принцип действует в жизни христианина. Я определил 10 составляющих, которые нужны вам, чтобы быть сильным, утвержденным и зрелым верующим. Первый принцип — страсть к спасению душ. Второй — любовь к Божьему Слову. Третий — жажда Святого Духа. Стремление к участию в его сверхъестественном действии. Номер четыре — жажда иметь сердце поклонника. Пятый — в вас должна быть жажда молитвы. Шестой — жертвенное сердце. Щедрый ли вы человек? Это важное качество сильного и зрелого верующего. Номер семь — жизнь в святости. Когда вы понимаете, что такое святость и каким вы стали, это коренным образом изменяет ваше представление о себе и вашей жизни. Номер восемь — жизнь в смирении. Смирение — важная составляющая жизни сильного утвержденного и зрелого верующего. В последних двух передачах мы говорили о том, как важно почитать власть. Сегодня мы переходим к десятому шагу — почитания Бога. Что есть страх Господень? Мы изучаем множество библейских стихов, поэтому приготовьте Библию, ручку, бумагу. Будьте готовы конспектировать. Сегодня я буду обращаться к своим записям. В наши дни немногие охотно готовы обсуждать тему страха Господнего. Часто можно услышать, как цитирует Второе послание к Тимофею 1.7. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Никому не нужен дух страха, и люди пытаются как-то согласовать отсутствие духа боязни и наличие страха Господнего. Что значит иметь страх Господень и одновременно не иметь духа боязни? Люди нередко запутываются в этих понятиях, и сегодня я хочу помочь вам разобраться. Существует здравый страх Господень, и я подробно объясню вам, что это такое. Позвольте начать с нескольких примеров. У всего в жизни есть свои последствия. Правда? У всего есть последствия. Например, если нарушать определенные правила, вы пострадаете от последствий. Следует ли бояться правил? Нет. Нужно просто соблюдать их и следовать им. Если правила нарушать, будет наказание. Другой пример. Если вы проявите неуважение к работодателю, то ждите последствий. Нужно ли при этом бояться работодателя? Нет, его не нужно бояться, его следует уважать и слушаться. Но если вы не будете уважать своего работодателя, последствия не заставят себя ждать. Никто не утверждает, что полиция существует исключительно, чтобы быть благословением для вас, и что они полны любви к вам, и бояться их не нужно. Ведь если вы будете с пренебрежением относиться к полицейским, и не будете уважать их власть, если вы нарушите закон, то та же самая полиция незамедлительно появится и арестует вас. Значит ли это, что нужно жить в страхе перед полицией? Нет, полицию не нужно бояться. Но стоит знать, что если сделать что-то противозаконное, последствия не миновать. Если вы приступаете закон, то та же самая полиция, которая защищает вас, придет и арестует вас. Все это не значит, что вы должны трястись от страха перед своим работодателем, бояться полиции или кого-либо еще. Однако, если вы нарушаете правила, то вас ждут определенные последствия. Неправильное поведение и неверные решения приводят к плохим последствиям. Понимание этого поможет вам жить и поступать правильно на протяжении всей жизни. Если вы понимаете, какие последствия вас могут ожидать, то будете соблюдать правила и поступать правильно. Ведь вы не хотите испытать на себе негативные последствия. Никто не хочет страдать. Но если вы поступите неправильно, то, вероятно, вам придется пострадать. Значит ли это, что нужно всего в жизни бояться? Конечно нет. Зато это приучает вас к уважению и трезвому отношению к жизни и помогает вам делать правильный выбор. Я приведу пример, который когда-то привел мне мой отец. Он рассказал мне об электроэнергии. Она может давать жизнь, но при неправильном обращении она может отнять жизнь. От нашего обращения с электричеством зависит то, что мы от него получим. Если вы будете правильно обращаться с ним, оно принесет благословение. Если нет, оно может вас убить. Следует ли бояться электричества? Бояться его не надо, но определенно нужно знать, как правильно с ним обращаться. Потому что при неправильном обращении с электричеством вы ощутите воздействие отрицательных последствий. От вашего обращения с зависит то, что оно вам даст. Запомните это. Прочитаем притча 9.10. Начало мудрости, страх Господень. И познание святого разума. Согласно этому стиху, страх Господень – это начало мудрости. Здесь сказано, что мы должны понимать силу Бога и уважать то, что происходит, когда с этой силой обращаются правильно. Также мы должны уважать, когда что-то происходит в случае неправильного обращения с силой Божией. Это очень важно. Ваше отношение к Богу, Его силе, к действию Святого Духа определяет, как Дух Господень будет действовать в вашей жизни. Чуть позже я приведу несколько ярких примеров из Писания. Но прежде я хочу сказать следующее. Если Духа Святого уважаю и относятся к Нему должным образом, Он дарует благоденствие Церкви и вам. Вот что Дух Святой желает давать нам. В первой Церкви люди с благоговением относились к Господу. Прекрасные примеры этому мы находим во второй, четвертой и пятой главах книги Деяния Апостолов. Давайте рассмотрим эти примеры. Нам предстоит много прочитать сегодня. Начнем со второй главы, с ключевого стиха нашей программы. Итак, Деяние 2.42. Вот что там сказано. И они, то есть верующие первой Церкви, постоянно пребывали в учении апостолов. В общении, преломлении хлеба и в молитвах. Прочитаем стих 43. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Страх был на всякой душе. Это был благоговейный страх перед силой Божией. Они проявляли почтение к тому, что Бог совершал среди них. А где к силе Бога относятся с уважением, там Его Дух дарует благо. Если Духа Святого уважают и относятся к Нему должным образом, Он дарует благоденствие Церкви и вам. Продолжим чтение с четвертой главы. В пианиах 4, 32-37 сказано. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Бог коснулся их сердец, и они стали щедрыми. Мы уже говорили о том, что щедрость – один из признаков того, что Бог коснулся вашего сердца. Стих 33. Апостолы же с великой силой усвидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Тридцать 4. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного. Тридцать 5. И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем, кто имел нужду. Тридцать 6. Здесь мы читаем о сильном свидетельстве. Так Иосия, прозванная от апостолов Варнавою, что значит «сына утешения», имя Варнава значит «тот, кто утешает». Левит, родом к Киприанин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Давайте на этом пока остановимся. Когда Варнава поступил так, первая церковь была настолько вдохновлена этим, что все сказали «мы будем называть его иначе». Мы больше не будем называть его Иосия, теперь его имя Варнава, что значит «тот, кто утешает». Приносит ободрение. Этот человек вдохновил многих. Он продал свою недвижимость и положил все вырученные деньги к ногам апостолов. Это было такое большое пожертвование, что его стали называть по-новому. Этот человек нас вдохновляет, воодушевляет. Давайте называть его Варнавой. Конечно, это привлекло к нему внимание многих. В той же церкви были мужчины и женщины, которых звали Анания и Сапфира. Мы читаем о них в начале следующей главы. Прочитаем Деяния, 5 глава, с 1 по 11 стих. Некоторый же муж, имени Манания, женою своей Сапфирую, продав имение. Они сделали то же самое. Они увидели, что сделал Варнава. Они знали, что он продал земельный участок и пожертвовал свои деньги. И это привлекло к нему внимание многих. Варнава стал очень заметной фигурой в церкви. Эта семейная пара увидела в этом возможность повысить свой статус в общении. Они решили, мы сделаем то же, что и Варнава, и станем очень популярными в церкви. Так они и поступили. Но их мотивы были нечистыми, и об этом мы читаем. Некоторый же муж, именем Манания, с женою своей Сапфирую, продав имение. 2 стих. Утаил из цены и сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Нет ничего плохого в том, чтобы оставить себе часть цены. В конце концов, это их собственность. Они имели право пожертвовать или оставить себе столько, сколько хотели. Но они поступили неправильно, солгав. 3 стих. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль «солгать Духу Святому и утаить из цены земли». Обратите внимание на слова «солгать Духу Святому». Важные слова. «И утаить из цены земли». «Лгать» — греческое слово «псюдомаи». Оно означает «лгать», «обольщать», «намеренно фальсифицировать», «скажать факты». Итак, это была преднамеренная фальсификация и осознанное искажение фактов. Они прекрасно знали, что делают. И Петр спросил, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль «солгать Духу Святому». Ты знал, что это неправильно, знал, что это обман. Ты знал, что намеренно искажаешь факты. Ты представил свой поступок в неверном свете. Неужели ты не понимаешь, что солгал Духу Святому? 4 стих. «Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась?» «Зачем ты солгал? Ты ведь мог этого не делать. Ты мог вообще ничего не жертвовать. Это была твоя собственность. Оставил бы себе все, но ты солгал». «Для чего же ты положил это в сердце твоем?» «Ты солгал не человеку, а Богу». Фраза «положить в сердце» — греческое слово «тыцами», означает установить, поставить на место, разработать план. Поступок Анании и Сапфира не был спонтанным. Они приготовились, целенаправленно разработали план обмана. Снова вернемся к 4 стиху. «Чем ты владел? Не твое ли было?» «И приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась?» «Для чего же ты положил это в сердце твоем?» Слово «это» — греческое слово «прагма». Оно означает «действие», «дело», «хорошо спланированное мероприятие». Это вновь подтверждает, что у них был план. У этих обманщиков была определенная стратегия. «Для чего же ты положил это в сердце твоем?» «Ты солгал не человеком, а Богу». Подождите. В 3 стихе Петр сказал, «ты солгал Святому Духу». А теперь он говорит, «Позволь объяснить тебе, кто такой Дух Святой». Святой Дух — Бог. Стихом ранее он говорит, «ты солгал Святому Духу». А в 4 стихе, «ты солгал не человеком, ты поступил бесчестно по отношению к Богу». В этих стихах, с первых страниц книг «Деяний», Писание четко и недвусмысленно сообщает ранней церкви, что Дух Святой — не просто некий фрагмент Бога, он и есть Бог. Дух Святой — Бог в церкви. Поэтому, как вы относитесь к Святому Духу, так вы относитесь и к Богу. Очень скоро должен был быть преподан крайне важный урок. Прочитаем 5 стих. «Услышав все слова Анания, пал бездыханен», то есть он умер. «И великий страх объял всех, слышавших это». Слово «великий», греческое слово «мегас», означает нечто огромное, всеобъемлющее. Слово «страх» в греческом — слово «фобос». Если прочие слова можно перевести по-разному, то слово «фобос» — нельзя. У него есть только одно значение — страх, ужас, тревога, тревожная тишина, удивление, почтение. Оно обычно означает страх, вызванный угрозой или опасной ситуацией. В тот момент никто не говорил «мы относимся к Богу с большим уважением». Всех объял страх. Слово «объял» по-гречески «эпи» означает, что страх, ужас, тревога, трепет, буквально сошли на всю Первую Церковь. Они внезапно осознали, что Дух Святой, действующий среди них, был не просто представителем Бога и не какой-то частью Бога. Петр сказал «послушайте, Дух Святой, Бог, Бог, действующий в церкви». И все внезапно, совершенно четко это осознали. Теперь давайте прочитаем шестой стих. «И встав, юноши приготовили его к погребению и вынеси, похоронили». Седьмой-восьмой. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная случившимся. Петр же спросил ее «скажи мне, за столько ли вы продали землю?» И она сказала «да, за столько». То есть она была в сговоре с мужем и играла свою роль. Но Петр сказал ей «что это согласились вы искусить Духа Господня?» «Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Слово «согласиться» по-гречески «сумфонео». От этого слова происходит слово «симфония». Анания и Сапфира пели одну и ту же песню. Они действовали сообща. У них была общая стратегия обмануть апостолов, исказив факты, представить все в выгодном для себя свете. Но Петр сказал ей «что это согласились вы искусить Духа?» Духа Господня. «Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Десятый стих. «Вдруг она упала у ног его и спустила Духа, умерла. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили подле мужа ее». Одиннадцатый стих. «И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это». Итак, в течение одного эпизода дважды сказано «великий страх объял людей». Здесь говорится, что он объял всю церковь. Давайте разберем этот стих. «Великий». Греческое слово «мегас» означает «огромный», «всеобъемлющий». Это был поистине великий страх, который коснулся каждого в церкви. Слово «страх» — греческое слово «фобос». Переводится как «страх», «ужас», «тревога», «тревожная тишина», «удивление» или «уважение». И обычно означает «страх, вызванный угрозой или опасной ситуацией». Верующие внезапно осознали важный факт. Святой Дух, действующий среди нас, Бог. Петр сказал, «ты не людям солгал, ты солгал Богу, ты солгал Духу Святому». И далее он подтвердил, «ты Богу солгал». Дух Святой Бог. Люди смотрели и изумлялись. Этот Дух, действующий среди нас и дарующий нам благословение, мы должны относиться к Нему с должным почтением. Мы должны правильно обращаться с Ним. Это не просто какая-то часть Бога. Он и есть Сам Бог среди нас. Библия говорит, что «великий страх объял всю церковь». «Объял» — греческое слово «эпи», означает «сошел на всю церковь». Слово «весь», греческое слово «холост», означает «страх сошел абсолютно на всю церковь». Благодаря этому событию, вся раннехристианская церковь получила откровение о том, что Дух Святой — Бог, действующий в церкви. И к Нему нужно относиться с благоговением, как к Богу. Если к Нему относиться неправильно, это может привести к нежелательным последствиям. Если к Святому Духу относиться надлежащим образом, Он дает силу и благословение всемогущего Бога. С этого момента ранняя церковь начала понимать, кто такой Святой Дух, и относилась к Нему как к Богу, действующему в церкви. Понимаете, друзья, Дух Святой — Бог. К Святому Духу нужно относиться с должным почтением, как к Богу. Сила Святого Духа дарует жизнь, если к Нему относиться с благоговением. Сила Святого Духа может вершить суд там, где к ней относятся неправильно. Вспомните пример с электричеством. Если с Ним неправильно обращаться, оно принесет разрушение. А если правильно обращаться, то электричество приносит пользу и жизнь. Еще раз процитирую притча 9.10. «Начало мудрости — страх Господень». Страх Господень. Необходим нам для того, чтобы быть и оставаться сильными верующими. Должное уважение к Святому Духу, правильное обращение с Его присутствием и силой в церкви, а также понимание Его воли даруют нам благословение. Но если мы будем относиться к Нему неправильно, нас могут ожидать иные последствия. Это очень полезное учение, и я скоро вернусь к вам. Чтобы испечь пирог, вам потребуются конкретные ингредиенты. И когда все необходимое замешано правильно, вы получите желаемый вкус. Но если упустить хоть один ингредиент, то все может закончиться печально. Также и в жизни для каждого из нас важны духовные составляющие, для жизни в непоколебимой и твердой вере. В серии учения «10 принципов сильного верующего» Рик Реннер освещает 10 качеств, необходимых для каждого утвержденного верующего. Скачайте бесплатно цикл аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего» на нашем сайте ignc.org. Это учение поможет вам усовершенствовать свою молитвенную жизнь, научиться ходить в святости и применять духовную власть, данную вам Богом. Также подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка». В них Рик Реннер раскрывает бесценные сокровища, которые хранит Божье Слово, и учит нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Просматривая «Драгоценные истины», вы найдете глубокий анализ более тысячи греческих слов. Это вдохновит и утвердит вас на пути познания того, что Бог приготовил для вашей жизни. Подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка». Эти уникальные инструменты для исследования Писания расширят ваше понимание библейских истин. Изучая подлинные значения слов из Нового Завета, вы обретете настоящие сокровища, содержащиеся в Божьем Слове. Не пропустите эту возможность подписаться на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка» на сайте ignc.org. Здравствуйте, меня зовут Джо Ло Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает восстанавливать жизнь людей, находящихся в зависимости. Во всему миру мы наблюдаем эпидемию наркомании. Возможно, вы тоже знаете кого-то, находящихся в плену алкогольной или наркотической зависимости. Человеку очень нелегко выбраться из порочного круга зависимости. Благодаря щедрым пожертвованиям наших партнеров, мы поддерживаем работу нескольких христианских реабилитационных центров, где людям помогают восстанавливаться на работе. Предоставляется медицинская помощь, и оказываемая система поддержки позволяет реабилитантам не чувствовать себя одинокими и оторванными от общества. Благодаря вашим пожертвованиям мы видим, как выздоравливают больные гепатитом С, восстанавливаются разрушенные семьи и отношения. А те, кто был в плену зависимости от наркотических веществ, получают свободу и возвращаются к нормальной жизни. Все это стало возможным только при поддержке наших драгоценных партнеров. Но все еще так много людей нуждаются в нашей помощи. Их семьи ждут, когда они получат свободу от пагубных привычек. А многие зависимые хотят исцелиться, но у них нет возможности пройти реабилитацию. Прямо сейчас вы можете помочь ребенку вновь обрести своего отца или матери, увидеть возвращение своего блудного сына. Ваши пожертвования совершают великие дела, ведь эти люди так нуждаются в вашей помощи. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт IGNC.org. С вашей поддержкой мы можем внести значимые перемены в жизни многих людей. Мы завершаем цикл передач под общим названием «10 принципов сильного верующего». Сегодня мы говорили о страхе Господнем. Не о страхе перед Богом, но о том, чтобы стремиться иметь страх Господень. У нас должна быть определенная мера уважения к Нему, к Его силе, в частности, к действию Святого Духа в Церкви. Мы поговорили о том, как Первая Церковь узнала, что Дух Святой Бог, действующий в Церкви. Они поняли, что Духа Святого нужно уважать и почитать как Бога. И то, как вы относитесь к Святому Духу, определяет, какое действие Божьей силы вы будете переживать. Эта программа является частью цикла аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего». Скачайте бесплатно. Также предлагаю подписаться на бесплатную рассылку ежедневных видео ободрений, где я, зачитывая из своих книг, делюсь драгоценными истинами из греческого языка. Позвольте помолиться за вас. Отец Небесный, во имя Иисуса, спасибо за возможность изучать эти 10 качеств, которыми нам нужно обладать для успешной духовной жизни. Господь, я знаю, Ты желаешь, чтобы мы были сильными и зрелыми. Мы смиряемся под Твою крепкую руку и просим Тебя помочь нам искать Тебя всем своим разумением. Во имя Иисуса. Аминь. И помните, Экклесиаста 8.4, где Слово Царя, там власть. И пусть сила Божьего Слова действует в вашей жизни сегодня. И мы увидимся в следующей программе. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях.